Два этапа прошло, а точнее все три, если взять тот факт, что предварительно нам надо было отсмотреть анкету на почти 200 заявок. Впереди будет спойлер, поэтому прежде чем смотреть дальше, обязательно нажмите на паузу, и если не смотрели прошлые ролики, они всплыли в подсказке и есть в описании. Посмотрите сначала их, иначе будет не так интересно. Для всех, кто остался, мы говорим о следующем этапе, а именно о тренировке в Амкале. Напомню, что в прошлый раз из пяти участников мы оставили только троих, это были Кирилл Дворецкий, Виталий Абулаев и Камиль Аюпов. Последний участник и, кстати, предпоследний вызвали очень много споров, ну очень много. Вы очень много писали, а мы очень много читали. И многие из вас ругали нас заранее, даже не давая шанса еще что-то исправить. Что ж, мы слышим нашу аудиторию и всегда прислушиваемся, поэтому внимательно слушайте Дениса Куфина. Но прежде внимательно послушайте о нашем партнере Фонбет, который поддерживает нас уже много лет. Третий год мы с ними работаем, и это также партнер сборной России по футболу и клубов Премьер Лиги. Надежный партнер, который дарит вам 2000 рублей при регистрации в мобильном приложении Фонбет, по ссылке в описании, при вводе промокода GNK. Вводя именно наш промокод GNK, вы поддерживаете наш канал в развитии, даете ему возможности, не делая при этом донаты. Не забывайте, что ставки это в первую очередь развлечение, а классно развлекаться именно на фрибеты, которые вы получаете при регистрации, вводя GNK. Поэтому после ролика обязательно переходите к нашему надежному партнеру. Ну а слушайте теперь Дениса Куфина. Всем привет! Сегодня мы снимаем третий этап отбора вратарей вамкал. По итогам первых двух этапов дальше прошли у нас три вратаря. Это Камиль, Кирилл, Виталя и специальным решением Женя Спирикова дальше прошел Дима Медведев. Да-да, мы позвали Диму Медведева на следующую тренировку. Ну а как иначе, вы бы видели, сколько комментариев вы написали. Но я призываю вас не делать выводы сразу, а посмотреть, что будет происходить. А еще давайте договоримся. Если вы хотите увидеть следующую тренировку максимально оперативно, она уже смонтирована. 15 тысяч лайков, и мы выпускаем этот ролик на следующий день. Наберете сегодня, завтра же его увидите. Наберете завтра, значит, послезавтра на канале. Но если вдруг завтра утром уже все будет готово, то мы, может быть, уже днем опубликуемся. Чем быстрее вы ставите 15 тысяч лайков, тем быстрее вы увидите следующую тренировку, в которой будет Дима Медведев, о котором вы так нас просили просто во всех комментариях. Уверен, лайки стоят того. Сегодня с командой будут тренироваться Кирилл и Виталя. На следующей неделе еще двух вратарей мы добавим. Посмотрим, как пацаны будут чувствовать себя с командой в наших вратарских упражнениях, в ударах. Как будут взаимодействовать с партнерами по команде и как будут реагировать на ошибки. Смогут ли они подтвердить статус медиа вратарей или все останется так же тихо и немножко вяло. Мы их не занимаемся, мы их не возьмем. Прогноз в виде вы слышали только что, как это будет на самом деле, посмотрим. Отбор вратарей в Амкал, погнали. Вратарей в Амкале это просто самая меняющаяся позиция. Сегодня их три, например. Сегодня их три, да. Это топово, что реально вратари захватывают Амкал, да, потихоньку? Да хуй знает, их три сегодня как бы и непонятно вообще, кто из них вообще. Сто процентов Жека решил немножечко Амкал к своим рукам прибрать, пока Герман уехал. Да, это еще нет того, который типа официально считается тренером вратарей в Амкале. Да, да, да. Смотрите, что будет по тренировке. У нас с вами 30 минут сегодня на работу вратарскую. Разделим вратарскую тренировку на две части. Сначала немножко половим, потом сделаем упражнение 2-1, там будет много ударов. Также будет упражнение на завершение, после подачи прострела сланков, иногда будут прямые удары. Посмотрим, как втянетесь. Будете работать в парах, один вратарь с Амкал, один вратарь. Кто у нас на просмотре? О, Саня, я тогда с Виталией. Баланс, да, будешь? Да, 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 да. У нас первая пара в воротах. С вами спокойно распределяемся, будем работать по два приема простых. Поднимаешь мяч, поймали, поменялись между собой местами. Отдали. Давай, хорошо, Виталий, корпус не заваливай назад. Сохраняй корпус впереди. Хорош, Санечка. Саня, классный момент. Пап. Давайте, сразу, хорошие передачи. Два приема. Билл, да, ловля на рукой. Отлично, стоп. Я получаю все мячи и все, что хотите сюда. Это, конечно, шанс. Корпус чуть впереди, сейчас даже я стоял, но, пацаны, у них все баланс. Корпус здесь, вот они работают и ноги перемещаются. Спасибо. Будем исправляться. Давайте, немножко голову подгрузим. Начинаем, парни, с полулежачего положения. Играем в падении. Первый мяч. Встаем. И из стойки будем играть в падении уже в другую сторону. Поехали. Очень важно с твоим ростом подбирать для себя хорошую стойку. Часто комфортно для себя позиции. Высоко выглядит и нижней мячите тяжело сложить. Для себя принимать по ходу таких упражнений решение, как высоко ты располагаешься. То есть, может быть, ниже попробовать позицию, может быть, ниже только руки или плечи попробовать. Так, по поводу Виталия. Вы очень много писали, но факт такой. С Аней и Федей нет прикола тащить, типа, слабого вратаря, потому что априори мы его не оставим. Я не знаю, как можно было на фоне предыдущего выпуска писать про него столько негатива, потому что, ну вот, отсматривая ролик, я вообще не понимаю, за что вы прям вот так сильно зацепились. Он немного неуклюжий. Да, факт. Но еще другой факт. Виталия самоучка. А это ли не мечта любого самоучки пробиться в такую классную команду, как Амкал? А если вдруг он справится, почему бы не дать шанс ему на тренировки, если он реально в прошлом ролике показал себя неплохо и в игре себя показал классно, и в ударах с подач, например, довольно много тащил. Да, мало потащил на выходах один на один, но я напомню, Кирилл тоже мало потащил в выходах один на один, но ополчились бы почему-то именно на Виталию. А вдруг у него получится в тренировке? Или мечты не должны сбываться? И нам надо брать только строго профессионалов и быть такими же скучными, как все? Поехали. Пошли отбивки, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Сделали упражнение на технику, немножко сделали выше темп, чем это было вчера, и видно, что Виталий у нас начал немножко проседать. Ему не хватает силы ног, во-первых, для того, чтобы низко опускаться, во-вторых, с таким ростом он не успевает складываться, и качества именно в технике не хватает. И Кирилл довольно органично вписывается пока что в тренировку. Посмотрим, как это будет дальше по ходу занятия, но от Кирилла прям очень хорошее впечатление сейчас. Но второй день уже прям очень-очень радует, как он себя ведет, как он смотрится. Поехали дальше. Расходимся сейчас по флангам также. Одна пара работает у нас в воротах, одна пара в вратаре у нас на фланге уходит под подачу. Очень интересно, у Санька будут верховый набор сейчас. Взять разница в росте, вот как раз для Виталия прекрасный шанс себя показать. Хорошо. Давайте хорошо отдать. Хорошо, Виталь, хороший момент был. Как раз, как ты можешь использовать, да, свои габариты наверху. У Виталия, мне кажется, что с его координацией движения у него возникли бы проблемы. Еще обратил внимание, что вверху у Виталия прям такие большие проблемы с тем, чтобы удержать в руках мяч. Он вроде бы вытягивается, выталкивается, он 2 метра ростом, но когда он вытягивает руки наверх, а для того, чтобы кого-то опередить, мяч из рук выпадает. То есть нету какого-то равновесия, нету баланса. Если мы говорим про большой рост, этот рост еще и использовать надо. Да, по технике проигрываю, но поскольку я самоучка. Ни тренера в вратарьевне не было, никого не было. Все сам, учил, все сам. Вот это оказывается здесь и сейчас. Ладно, другая пара в воротах. Это пробуем, держали. Давай попробуем. Я боялся, вот реально я боялся в него. Что страшного, он что просмотрит. У нас еще будут ребята потом, все нормально, Федь. Блин, ну как это нахуй делать? Ну это хуйня какая-то, Дэн. Ну правда, мы тут сбиваем друг друга каждый раз. Но я не знаю, в чем смысл-то этого. Мы же не видим друг друга. Да, в этом заключается суть упражнения. Мы сейчас травмируем друг друга просто. Я уже 3 раза не могу поймать мяч, потому что я не вижу друга. Нет, здесь не должно быть травма. Во-первых, переключаться между игроком, который с тобой в одиноборстве, он с тобой в одиноборстве находится. Хочешь на этого или нет, потому что и второй мяч. И мячом. Во-вторых, ты можешь себя защищать. Чтобы этого не было, ты чуть уставляешь руку перед одиноборством, ты себя сразу ограждаешь от него. Мне в игре на меня, что кто-нибудь будет борьбу делать в игре с ним. Я хочу, чтобы ты смотрел на мяч, но при этом твой корпус был готов к тому, что будет одиноборство. Какие-то сбивающие факторы. Это странно. Согласен. Я же *** тренер. Приходите в мою школу и *** вратарей. Город Долгопрудный. Вторник, пятница, 20.00. Кирилл несколько раз у Феди выиграл верховое одиноборство. Что мне нравится, то, что по сравнению с Федей, он удерживает корпус и его никуда прям не тащит. Он очень качественно эти мячи забирает. Впервые вижу у Куфина *** упражнение, реально. Ну это говно. Ты типа, когда борешься, даже если ты не видишь игрока, который с тобой борется, он тебя видит всегда. Это странно. А тут ты, блядь, спиной можешь реально наткнуться. Ну это *** странно упражнение. Страшно, страшно. Честно, с ним тем более. Смотри с ним. Ну так, примерно фаворит тренировки у нас определился, да, среди двух вратарей. Ну нет, еще, подожди, еще удары, еще. Еще удары, да. И я уже понимаю, когда я буду бить, как я хочу проверить Кирилла и как я хочу проверить Виталия. Да, я расскажу тебе об этом плане. С Виталией под опорную ногу. Мячи, которые буду отдавать ему в шаг. Как обычно, это самая частая проблема у высоких вратарей. А Кирилла попробуем немножко за счет позиций. Вчера, когда один в один делали, обратил внимание, что очень плохой баланс. Где-то он вылетает, сломя голову на мячи. Поэтому будем сейчас пробовать его поймать именно на моменте остановки. Немножко баланс вот этот в стойке. Будем его тестировать. Ну что, два в один. Следующее упражнение. Много ударов, да. Погнали. Хорош! Субтитры сделал. Даня, браво! Иди, встречай, встречай. Хорошая коммуникация. Саня, хороший пример показал сейчас по коммуникации, как можно общаться с защитником. И показал хороший пример в плане агрессивных ситуаций один в один. Прям классно взял на себя инициативу. Сократил угол и технически супер момент отыграл. Очередь Кирилла в воротах. У Кирилла был очень хороший момент сейчас, когда он сократил дистанцию, классно перекрыл пространство. Но дальше будет сложнее. Дальше будем с нападающими общаться. Чуть-чуть видеть. Видите в него. Много пространства под вратарем высоким. Всегда. Хорошо. Давай, сразу забрай. Это простые мячи, да. Если в спорт, то мы играем. Да. Хорошо играть. Да, играй, да, играй. Один, один. Один, давай. Как неравидит. Закати, закати, закати. Давай, позиция. Хорошо. Хорошо. Мимо него. Хватит его жалеть. Саша. Заби сразу мимо него, блядь. Да, и все, он лежит уже. Вот и все, конечно. Хорошо. Дальнее, дальнее. Дальнее. Ну. Ай, сейв. Слушай, Виталий хорошо справляется с верхними мячами, но, как мы и предполагали, когда мяч снизом идет, а у него возникают проблемы. Несколько прям больших-больших стейлов здесь было, и двойное добивание он выручил. И вот сейчас удар в упор головой, классно переложил вес и на средней высоте руку выбросил. Мимо, Кирилл. Хорошо. Хорошо, да, да, да. Да. Пошли в него. Мимо, 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 это мимо. У меня нет мячей, еще что? Окей, все, у меня нет мячей. Все, все, все. Здесь была задача увидеть вашу адаптацию, как вы справляетесь в ситуациях, которые у нас не регламентированы, когда мы не знаем, как ситуация будет развиваться. В целом, по всем очень хорошим впечатлениям. Молодцы, можешь похлопать. Давайте. Сейчас разойдемся по воротам, у нас будет упражнение на завершение. Во-первых, не стоять сразу в ожидании удара. Есть промежуточная позиция. Мы не стоим на линии в ожидании удара. Мы всегда в стойку приходим откуда-то. Может быть, подняться чуть выше, да, чтобы потом пошла корректировка. И доигрывать каждый мяч до конца. Неважных мячей. Там, где вы не пошли, не потянулись, не среагировали, их быть здесь, естественно, не должно. Добивай! Нечто, нечто, да, да. Пойди, пей! Панька! Пойди! Пойди, куда его? Да! 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 Скажи им, что сняли. Ну, от Форза не стыдно, Форза умничку, по крайней мере, сейчас. Ты что, гонишь? Да забей! Ой-ой-ой! Хороший, да. Это Привяков из Питерского военкомата, человек! Пошел в подбор, забрал. Если бы не успевал, тогда раскрыться, как звездочка. Да, да, да. Псцц! 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 Очень хорошо! Доиграй, доиграй! Да, мисс! О, ой! Я предлагал вам. Большая проверка, но пока удары слабые. Группа игроков здесь слабее, чем у тех ворот. На самом деле, мы просто отобрали очень сильных проторей, которые своим видом заставляют игроков бить мимо. Бежим! 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 Вот он, первый удар слабый, первый гол. Забыли вратаря привезти, второго, скорее всего. Ближе, бежим! Хоро! Будьте приятнее! Гол! Ну, пока 2 из 2, в принципе. Пока не считается. Нормально, да. Оба не считались. Ну, я не знаю. Пока 2 из 2. Нет, я работаю. Вот он, первый сейф. Спасибо. 14.48. Тренировка началась в 14.00. Запомните это время. Поздравляю, 48 минут и первый сейф. Спасибо, спасибо. Собите. Молодцы. Это Панка! Панка! Ягрить перекрывал. Ягрить перекрывал. Минус паса, что-то. Минус паса, что-то. Федь, тебя кто этому научил? Все сам, все сам. Палыч, Пал Палыч. Ой-ой-ой! Доиграй! Еще одна! Ты пас давал? Куда? Не гадай, не гадай. На него никогда не надеюсь. Он не успел выйти, надо было уходить. Никогда не надеюсь. Вообще никогда. Доиграй, доиграй! Ребят, вратари и ЦЗ против игроков. Три. Победу полевых, два наши. Слушай, спокойно выше. Блин, дырявый. Так, а вот сейчас я сделаю три у него. Я забыл, что у нас в воротах Виталя, поэтому, скорее всего, мы проиграем. Да, да. Спокойно, спокойно, взглядом. Мы вчера отобрали именно тех вратарей, которые отбивали взглядом. Выбей кулаками, сделай что-нибудь еще, да? Было, было, Вадимыч, было. Было, надо доигрывать. Было, было, заебал. Доигрывай до конца, считаем. Хорош! Хорош! Стань и играй! Забить! Забить! Все, мимо, мимо! Вышло. Сним! Все вратарим! Хорош! Вратарим! Мы тут за вдвоем встали. Спокойно. Сейчас будет игра. Надеюсь, мы и посмотрим, кто у нас будет лучший. И, надеюсь, уже сегодня скажет результат, кто проходит это или нет. И это буду я. Вот и все. В футболе будет, так же, как и вчера, прям вот, как лакмусовая бумажка, наверное, всему этому просмотру. Как пацаны себя проявят, как они будут взаимодействовать с партнерами по команде. И как они будут реагировать, если им иногда пацаны будут пихать. На ударах информации не так много было, потому что по воротам не попадали. Там Саня, наверное, ярче всех себя проявил. Ну, как минимум на нашей половинке. Ну, вот футбол будет интересно, что нам покажет. Активно включайся. Там я с тобой. Уже, 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 уже. Вон, играй. Играть, играть. Что важно? Что важно? Еще что важно? У тебя газ открытый стоит, Саня. Думай. Такая пауза. Мяч завис там. Находи его сразу. Что сейчас происходит? Даня, Даня, Даня. Даня, смотри. Вы в контроле были. Пока что все вписывается в ту картину, о которой говорил. Мечи, которые под Виталию проходят, ему прям тяжело-тяжело играть. На самом деле, есть план, что делать с ним. Если он пройдет этот отбор Мамкал, а в плане физической подготовки, в плане техники, в плане своевременности действий. Лево, лево, вперед, лови. Поэтому так, просто собираем информацию, пока что. Хорош! Хороший видок! Закатить, закатить, закатить прямой удар. Не было, не было пенальти, Рэф. Так, Кирилл берет пенальти, приходит на следующую тренировку, пропускает, будем думать дальше. Не приходит на следующую. Хороший средний, мне понравилось. В него, в него, в него уже! Ано! Выходи, 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 выходи! Давай, 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 не стоим! Слушай, для меня большой кайф на самом деле, что и Кирилл, и Виталий, они прям очень классно подсказывают, их слышно. И вот здесь, когда начался футбол, они прям очень заметные, не боятся брать на себя ответственность в каких-то моментах, которые тоже касаются подсказы и управления командой. Иди, Порта! Виноват, виноват! Ну, здесь Соро что-то говорит. Здорово! Смотри, только немножко, Кирюх, не ногами вперед. Не выше, не выше! Решение хорошее, все правильно, технически исполнить. Весь, весь, весь! Весь, весь, весь придет! Взбивайся, блядь! Стой, стой, стой! Весь, блядь! Ну, я просто половину... Не, я понимаю, половину я не знаю просто сам. Не мешать, познакомиться, пожалуйста. Вопросов надо. Не, не, все. По игре. Ой-ой-ой! Забивай! Да! Есть, есть, есть! По игре, сдав! Заб Wild! Стою по перегону. Все, баб, здоровья уж! по вратарям хочу сказать что ребята очень пришли настроены это все сразу чувствуется в мелочах то есть и кирилл и виталий то есть они выглядели очень заряженными настроенными приятные впечатления произвели конечно никогда не делается вывод по одной тренировке но первое впечатление положительное ребята работали до конца заигрывали даже вторые удары подборы доигрывали то есть впечатление очень хорошая но как минимум в этой тренировке они добавили нам конкурентности на вратарской позиции и тем более было ударная тренировка было было интересно спасибо ребят слушаю меня только один любимчик здесь берем тора чисто из-за внешности хотя бы но сушан и в деле кстати неплохо он что-то делал если ногами как показалось так немножко не уверена но вы с точки зрения минут внешки он прям под медийку конфетка нам надо его забирать я когда его увидел в разделке про он помлел я хочу с ним в душ сходить но тренировочка прошла вполне успешно наверное успешно да интересно было с держать поработали все здорово немножко сумбурно но в целом неплохо понравилось ждем дальнейших указаний на 10 дальнейших тренировок вот прошла тренировка мкала оказалось я конечно так себе но гораздо лучше не знаю что со мной стало наверное нервы ну и вообще я рукожоп и я оказался здесь это уже круто я думаю что я и проду дальше как бы все таки дуракам везет привели тренировку с просмотровыми ребятами я думаю что видно да что ни один не дотягивает и мне кажется сразу прям после этой тренировки надо говорить пацанам что нет это мимо спокойненько мы с саньком должны оставаться вдвоем и все ну потому что ну ну а зачем зачем подошел к концу первый день третьего этапа отбора вортре в мкл ребята сегодня тренировались с командой это было интересно плодотворная тренировка подождем следующую тренировку я у нас два других вортре и будем принимать решение всем спасибо я как обычно не буду навязывать свое мнение это неправильно тем более я вижу больше чем вы и так далее короче пишите в комментариях кто вам понравился и почему напомню 15 тысяч лайков и следующая тренировка выйдет на следующий день а пока закажите перчатки чтобы все на мертво ловить на gng store.ru